Спасибо огромное всем, кто пришел. У нас очередная дискуссия из цикла «Режим сохранения», формат, который предложил Виктор Мезиана. И мы сегодня собрались именно с коллегами. И другие предыдущие дискуссии тоже происходили с коллегами, каждого в своем диапазоне. Уже были дискуссии про образование, про теорию искусства, что-то еще. Мы будем говорить про арт-рынок. И я для начала представлю моих коллег. Спасибо огромное, что все согласились прийти. У нас возникло вынужденное две аж замены. По разным прекрасным причинам. Но в основном все собраны для нашего разговора. Ольга Профатила, основатель и совладелец галереи «МИФ» в Санкт-Петербурге. Наталья Коренченко, директор по развитию студии «Тихая». И это тоже фактически институция, в том числе подразумевающая коммерческий формат, подразумевающая продажу. И Наталья бывший галерист, поэтому мы ее все считаем коллегой. Бывших галеристов не бывает. Надежда Аванесова, галерея «Пиэй». Все галереи и студии «Тихая» здесь представлены на ярмарке, поэтому это не какие-то незнакомые вам люди. Надя – партнер галереи и тоже сооснователь. И Александр Корлявин, исполнительный директор галереи «ВИЭС». Это новая галерея. Я еще там, признаться, не был. И мы, благодаря Александру, сегодня узнаем многое, я надеюсь, о перспективах цифрового искусства, которым как раз занимается галерея. Меня зовут Сергей Попов. Я основатель и совладелец галереи «Попов арт» московской. Я хочу начать с каких-то своих соображений. У нас будет такой более или менее диалоговый режим. Я надеюсь, мы все друг друга достаточно хорошо знаем, взаимодействуем друг с другом. Я хочу сказать тоже, что вот в рамках ярмарки «Космоску» есть еще один фрейм. Это ассоциация галереи, которая объединяет большую часть галерей. Но по разным причинам есть некоторые галереи, которые в ассоциацию не входят. И на самом деле у нас есть как бы такой профессиональный клуб, в котором мы все время общаемся, о наших проблемах и о наших перспективах. Ну, сегодня хорошая возможность поговорить нам, нескольким людям, про сложившуюся ситуацию, как сохранять, как выходить из нее. Я думаю, что я могу какие-то вещи называть своими именами. Идет военная операция. Она очень сложным образом влияет на рынок и на отношения самых разных акторов в культуре. Мы знаем, что есть ситуации цензуры, есть ситуации закрытия выставок. Это все совершенно очевидно. И время сейчас, мягко говоря, сложное. Я, честно говоря, не припомню такой ситуации, когда вообще российские галеристы собрались бы и говорили о том, что нету сложного времени. Но наступает время все сложнее и становятся какие-то вещи все проблематичнее и проблематичнее. В других странах, поскольку я слышал ряд международных дискуссий, не совсем так. Там профессионалы предпочитают вот говорить прямо о каких-то детальных проблемах рынка, а у нас периодически возникают вопросы общего характера. То есть типа, как нам спасти нынешнюю ситуацию, как нам действовать в какой-то перспективе. Тем не менее, рынок очень активен. Последние два года особенно. Космоску одна из немногих, если не единственная ярмарка в мире, которая пережила даже годы пандемии, производя каждый раз, значит, выпуск ярмарки. То есть она была и в 2019 году, и в 2020, и в 2021 ни одного года пропуска не было. То есть несмотря ни на какие сложности, на самом деле ярмарки продолжаются. Коллекционеры покупают произведения искусства. И как мы видим по нынешней ярмарке, все просто невероятно активно. Я не припомню, я участвовал во всех Космоску, я не припомню ни одного такого вот активного вечера открытия. Я считаю, что на рынке бум, которого не было с 2007-2008 года, и который превышает на самом деле тот бум, который многие из нас помнят, застали, я думаю, что все помнят. Как-то мы в нем участвовали. Я хочу для начала поговорить о том, что даже в самых критических ситуациях у российских галерей, у всех акторов на рынке, у коллекционеров просыпается какое-то чувство, я не знаю, что-то, какое-то новое настроение, состояние, что нас ни по каким причинам невозможно завалить, остановить. Мы все равно все продолжим делать. И возникает какая-то новая перспектива. Я хочу задать этот первый вопрос всем участникам по порядку, вот прямо как мы сидим, о том, какой вы видите перспективу развития рынка из сегодняшнего дня. Есть ли она, по вашему мнению? Если есть, то в чем она заключается? Оля? У всех у вас есть микрофоны? Может быть... А, отлично. Да, спасибо за такой вопрос. На самом деле, ты знаешь, последние несколько лет заставили нас немного изменить ход своего мышления и мыслить проектами не очень далекой перспективы, поэтому говорить о перспективе даже немного страшно. Но, тем не менее, я абсолютно соглашусь с тобой, что то, что происходит последние два года на ярмарке Космоску, это впечатляет, потому что я, так же, как и ты, в разных статусах участвовала во всех предыдущих и не помню такого, чтобы у людей было такое прям желание и рвение купить, успеть, опередить, выбрать лучшее. И мне это очень радует, конечно, потому что мы этого долго ждали. Долго, много для этого было сделано, чтобы ситуация изменилась в ту сторону, где мы сейчас находимся. Но в ближайшем будущем, в перспективе, меня, конечно, больше всего волнует вопрос выстраивания международной политики. И для нашей галереи он стоит очень остро, потому что всю свою деятельность до определенного момента мы выстраивали таким образом, что налаживали отношения в основном с европейским рынком, европейскими коллекционерами, европейскими коллегами и готовили, в общем, разного плана проекты для того, чтобы интегрироваться в этот рынок. И у нас были успешные выступления на Вене, и на Арт Бордо. И, в общем, мы продолжаем. Арт Бордо – это Франция, да? Да, неправильно назвала. Бэт Плюс называется. Это ярмарка в Бордо, которая тоже достаточно молодая. И там нас очень хорошо принимали. И, в общем, тяжело, конечно, учитывая то, как мы должны сейчас перемещаться по миру из точки А в точку Б. Но, тем не менее, мы продолжаем участвовать, и нас там с радостью принимают. Но, видимо, действительно нужно сейчас более внимательно смотреть еще и на другие регионы и тратить свою силу в то, чтобы вот эти культуры изучать и правильно в них заходить. Потому что, конечно, что бы мы ни говорили, все-таки до какого-то момента недавнего мы всегда смотрели в сторону европейской культуры, пытались с ней выстраивать диалоги. И она нам близка. И это я просто очень хорошо еще знаю, сотрудничая с художниками. Вот мы сейчас сделали проект с Вадимом Михайловым Ульяном подкорыто. Это те, которые работают с мифологией российского севера, востока. А мы этого вообще... Ты просто сейчас не рассказывай. Да, нет, я просто к тому, что у нас нет этого кода даже. У нас даже в образном нашем мышлении в большей части мы выросли на древнеримской и древнегреческой мифологии, но никак не на азиатской. Поэтому для того, чтобы совершить этот переход, нам нужно какое-то время на образование, понимание и выстраивание вот этих связей. Вот. Поэтому смотрю я, конечно, позитивно, потому что когда коллекционеры поддерживают свой рынок, это первый шаг к тому, что этот рынок будет развиваться и он будет расти. Конечно, нам немного не хватает институциональных все еще каких-то вещей, связанных, не знаю, с институтом журналистики, с институтом каких-то больших фондов пространств для представления каких-то таких некоммерческих проектов. В общем, это та сторона, в которой нужно развиваться. Но, в общем, если динамика сохранится и мы сможем дальше работать, то я думаю, что нас ждет достаточно хорошее развитие и рост. Так, твоя заявка принята. Если в зале есть журналисты, которые еще не писали об искусстве, то, пожалуйста, начинайте писать об искусстве. Вы услышали Олю достаточно четко. Наташ, ты как раз представляешь регионы России, и ты у нас в этом качестве, потому что я не сказал, что студия тихая, находится в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород это город, который теперь, я не знаю, как вы все, я посещаю по 5-7 раз в году и для меня очень важно теперь там бывать. Да, еще стоит добавить, что позавчера определилась культурная столица 24-го года и ею стал, конечно же, Нижний Новгород и это тоже очень приятно и я довольна своим выбором, потому что 7 лет назад из Москвы я уехала именно в Нижний Новгород. И если кратко и акцентно говорить про перспективы и про то, что уже сделано, то надо сказать, что студия тихая открылась в прошлом году, в апреле месяце и вот мы уже много проделали за полтора года и можно сказать с уверенностью, что можно все в любое время. Было бы желание и идейные люди и наверное стоит сказать в общем про то, что хочется нам и что мы должны делать. Я смотрю узко, я не беру глобально, потому что если мы говорим про наш регион, то как бы мы не были развиты, но все равно нам не хватает до сих пор стабильного, сильного арт-рынка и арт-среды, в которой развиваемся и мы всячески это делаем и наша студия, она как раз занимается тем, чтобы развивать молодых коллекционеров, чтобы в городе существовали люди, которые стабильно покупают искусство, люди, которые поддерживают современных молодых художников, естественно, важно поддерживать наших художников, взращивать молодых, чтобы была преемственность и, конечно же, развивать образование, которое является фундаментальной базой для всех игроков рынка. И здорово, что как раз на это обратили внимание и в числе всех задач появился уже целый институт искусства на базе Нижегородского университета и это тоже будет давать развитие для нашего региона. Я надеюсь, что мы как классный кейс показательный сможем эту практику передать в другие регионы и это будет важным моментом развития внутри страны, чего нам очень хотелось бы. Наташа, еще один микровопрос адресую в рамках все равно прежнего вопроса, он остается. Вы когда открывались, вы въехали прямо в самый центр пандемии, открытие переносилось, это было жутко совершенно, все очень ждали вашего открытия, действительно, мы, например, не смогли приехать на сами неоткрытие, все это как-то смазалось, в общем, это были действительно сложности, которые мы все переживали как-то иначе, чем вы, но тоже вместе с вами. Что было самым сложным за эти несколько лет? Вот для вас, именно для студии Тихо, и для тебя, как для директора по развитию? Наверное, надо сказать, что самым важным и ответственным, и, наверное, в том числе сложным, было придумать концепцию того, как мы будем функционировать и чем мы будем отличаться от обычной галереи или от обычной институции, то есть придумать какой-то гибридный формат существования, в котором мы будем находить ресурсы на то, чтобы существовать, собственно, и это было важно понимать, что художники смогут создавать работы, которые мы сможем потом продавать, и эти финансы, в том числе, позволят нам существовать как институции некоммерческого типа. Не-не-не, вот я имею в виду прямо самая жуткая сложность, с которой вы столкнулись после того, как вы открылись, и концепция была уже реализована, все, вот с чем пришлось столкнуться за эти годы, что было самым страшным? Большой поток желающих прийти к нам в студию, но это если... Прекрасно, я даже не думал, что будет такой ответ, неплохая сложность, да, с которой всем приходится не справляться. Нет, на самом деле, то, что... И это очень приятно, в город приезжает большое количество туристов, спасибо большое нашему правительству региона, которые привлекают, и просто нет выходных, потому что всегда встречаешь гостей и показываешь, потому что формат нашей студии подразумевает уникальный опыт посещения студии, и ты должен делить каждому достаточно внимания. Ну, в принципе, как в любой галерее, к тебе приходит коллекционер, и ты его проводишь по тому, что у тебя есть, рассказываешь. Человеку хочется погрузиться, если он сюда пришел, он должен это время потратить качественно, и ты должен его всячески как бы задобрить в хорошем смысле этого слова. Ну, спасибо не только вашему правительству области, спасибо всем нашим правительствам, вот, и, Надь, я тебе тоже адресую этот вопрос. У Надежды Московская галерея в Кубе, и там кто-то не был. Да, я вот во многом, кстати, согласна с Ольгой, и у нас, мне кажется, похожий даже возраст галереи и направление, и я просто не хочу повторяться, но могу сказать, что мы открылись за год до локдауна, и можно сказать, что хороших времен мы-то вообще не видели как галереи, да, и мы с моим партнером Леной Паршиной познакомились как раз на ярмарке в Майами во время арт-базла и задумали галерею как международный проект, который стартует в России, но мы работаем с художниками, которых мы хотим показывать и продвигать в мире, в частности, на европейском, американском рынке, и, конечно, с начала пандемии, когда, в общем-то, все закрылось, и сейчас тоже довольно сложно, мы сделали достаточно, успели кое-что сделать, даже во время пандемии сделали, например, персональную выставку Ани Желудь в Нью-Йорке в очень хорошей галерее, но когда начались все события наши, эти галеристы, с которыми у нас хорошее отношение, они сказали, извините, мы не можем больше заниматься русским художником в ближайшее время, университетом. Это американцы, да, я акцентирую еще раз? Ну, это американцы разного происхождения, да, американская галерея, это как пример сложностей, с которыми мы столкнулись, и действительно, мы не можем планировать какие-то долгие перспективы, и мы, главное, не понимаем, что, как нам дальше быть, как нам развивать наших художников в плане межнародного рынка. Так, так, стоп, это будет отдельным вопросом. Да, 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 это мы потом обсудим. Вот, но при этом, при всем, действительно, несмотря на все сложности, мы продолжаем работать, продолжаем жить, благодаря нашим коллекционерам исключительно, больше никто нас не поддерживает, галерея живет только за счет продаж искусства, которое представляет. Мы, конечно, были, как и все в тяжелом каком-то кризисном состоянии, художники наши тоже, но в конечном итоге мы настолько уверены в том, что мы делаем, что это правильно, и мы не можем остановиться, мы должны продолжать, и продолжаем делать выставки, проекты достаточно большие, и даже подумываем о проекте на Бьинале. Нет, ну, слушайте, после начала военной операции на самом деле был такой момент, когда даже внутри сообщества возникали призывы, особенно со стороны художников, всем галереям закрыться. Я считаю, что это... А художникам с голоду помереть. Да, художникам помереть с голоду, а для нас это эквивалентно покончить с собой просто. Я против, и все галереи, я не помню ни одного случая, чтобы вот кто-то, что называется, закрылся добровольно, вынужденно. Возникли такие ситуации, может быть, мы об этом не будем как-то специально говорить, акцентировать, но, да, главное прежде всего было продолжить работать, несмотря ни на какие обстоятельства, и справиться в том числе нам, насколько я помню, это для нас было важно, для всех, с этическими вызовами, которые последовали в результате продолжения работы, потому что эти голоса в том числе происходили и внутри России, и, разумеется, раздавались, и до сих пор продолжают раздаваться из-за рубежа. Да, да, да. Саш, а вы вообще, вот самая молодая у нас галерея, вы просто, говорят, чемпионы по сбору публики, я очень жалею, что я до вас не добрался в этот вечер, но говорят, что у вас на превью было народу больше, чем на превью Космоску, были перекрыты все окрестные улицы, кварталы, как вам перспектива видеться в этой ситуации? Спасибо за лестные слова, конечно, все было не так хорошо, как вы описываете, и перебить Космоску, мне кажется, невозможно практически никому, но действительно мы открылись достаточно неплохо, как мне кажется, был задан приятный старт и продажи буквально в первую же неделю после открытия галереи в том числе, которые сразу задают некую неплохую базу прочности и вселяют такую силу и надежду в то, что ты делаешь. У нас, наверное, в этом отношении подход несколько иной, если говорить про планирование, что, как коллеги сказали, тяжело что-либо планировать, а у нас на самом деле план есть, есть финансовая модель, есть различные способы монетизации галереи, то есть это не только продажа искусства, это и иные поступления средств на базе того, что мы делаем. Поэтому у меня нет никакого другого варианта, кроме как верить в светлое будущее, а вот каким оно будет для меня, зависит только от работы команды и то, что мы делаем. Ну и самое главное, это как раз художники, которые в галерее есть четыре основных резидента, то есть статус резидента означает, это определенный контракт с ним и обязательства, которые мы несем. Это не мешает нам пробовать работать с какими-то новыми авторами, но как раз это такое ограничение, потому что мы вкладываем большое количество сил и энергии в них, чтобы двигать их, так скажем, дальше по художественной лестнице. И вот это число четыре, это для меня, наверное, такой потолок, который я для себя определил, что если их будет больше, то я не смогу достаточно уделить внимание каждому. С точки зрения вообще того, что мы делаем, мы фиджитал-галерея, то есть у нас цифровое искусство в первоисточнике, любое произведение, которое вы у нас видите, оно создано при помощи цифровых инструментов. Достаточно большой пул того, с чем работают авторами, и мы уже думаем, как при помощи современных технологий и материалов показать это в нашем физическом мире. Это такой мост, наверное, между переходом как раз коллекционеров, которые привыкли покупать физическое, объяснить и показать им, что цифра это окей, цифра живет, в принципе, там со времен 90-х годов, с момента появления первых ЭВМ, поэтому искусство давно не новое, а мы сейчас наконец-то пришли к пониманию того, что есть современные технологии, которые позволяют это очень удобно транслировать любым доступным техническим способом. Цифра это у вас такой рабочий термин, это как у геологов добыча, да, я так понимаю? Ну, что-то типа того, да. Слово Fidgetal я сам узнал буквально пару недель назад, когда читал, собственно, чем занимается галерея, поэтому уже в том отношении, что возникают абсолютно новые форматы, которые в том числе представлены вот здесь на ярмарке, здесь никогда не было такой как бы отдельной специальной концентрации на галереях нового формата. Поправьте меня, если я что-то не так говорю, но мне кажется, что это целый ряд вот впервые именно такого типа галереи. Нет, не совсем, по-моему, первый такой проект на Космоску, который был связан с цифровыми проектами, был в 2020 году. Проект был, да, но вот чтобы был целый ряд галереи. А это уже было как раз в прошлом году, когда мы первый раз участвовали в Космоску, была именно целая цифровая секция, мы стояли таким особняком сбоку, но хорошо стояли. Да, я тогда, видимо, не сфокусировался на этом, значит, вас каким-то особым особняком таким размещали. У вас есть международные художники, Саша? Да, один из резидентов художника из Казахстана, и его работы буквально вот за этот год побывали на главном перекрестке Токио, на Тайм-сквер и еще в нескольких крупных мировых столицах. Класс. Я хочу сказать, что весь наш состав, кроме меня, это очень молодые люди. Я когда-то был тоже в молодой галерее, поверьте. Потом, когда меня начали называть старейшей, я стал немного возражать, потому что есть постарше галереи, мне просто неудобно перед более старшими коллегами, но я просто, когда смотрю на вот всю нашу команду и кто должен был здесь быть и не смог быть, потому что вот-вот родит и на тех молодых людей, которые ходят по ярмарке в огромных просто количествах, мне сегодня ну вот люди, занимающиеся специальным визажем, сказали, что они здесь видят абсолютно какие-то новые облики, новых людей, мне кажется, это само по себе уже внушает ну вот некую перспективу и я не верю в то, что новые поколения здесь будут каким-то образом поддерживать весь этот ужас, который творится в последнее время, мне просто кажется, что войны это что-то, что становится архаичным, что уходит просто по определению, не решаются таким образом вопросы сейчас и я хочу сказать в этом смысле вы, Саш, сказали очень важную вещь, или Надь, ты, что надо просто продолжать делать то, что да, ты сказала, извини, пожалуйста, да, продолжать делать то, что было намечено. Самый важный перспективный план это соблюдать то, что было намечено раньше. У нас в галерее план намечен до конца 24-го года, был еще в начале этого года, и, соответственно, также мы стараемся действовать заранее, в то время как музеи переносят свои какие-то выставки, вынуждены сейчас буквально на глазах демонтируют какие-то обстоятельства, я не знаю, мне кажется, что частные структуры в этом смысле выдерживают с одной стороны даже больший напор, большее напряжение, с другой стороны показывают, конечно же, гораздо большую гибкость, так и должно собственно быть. Но у меня вопрос теперь про художников, это для нас самый важный актив, без художников никаких галерей не может быть. Молодые художники это ваша специализация, Оль, вашей галереи, они замечательные, и то, как вы их инсталируете, заставляет меня каждый раз, когда я бываю в Питере, смотреть ваши выставки, именно ехать к вам и смотреть. Я, конечно, какие-то пропускал, но только потому, что не так часто хотелось бы. Но обстоятельства сейчас таковы, что целый ряд молодых художников просто уехали, находятся в подвешенном состоянии, кочевали, мигрировали на протяжении этого года, не могут работать, потому что их штормит, что только не происходит. Как вы справляетесь с этими проблемами? Как сохранить этих художников и как задать перспективу им? Ну, вот если бы ты меня спросил, что было самое сложное, то как раз, наверное, для нас это был этот момент, потому что до этого три года открылись в пандемию, потом у нас в тот момент, когда начались события, был уже сформирован и закрыт пол художников, и мы, собственно, думали, что мы сейчас будем жить счастливо, потому что все они были, конечно, и есть фантастические, уникальные, с гигантским потенциалом. потенциалом. Вот. Не могу сказать, что много художников наших уехало, часть уехала, и с кем-то мы продолжаем сотрудничать. А кто уехал? Назови одну-два имени. Уехал Никита Селезнев, уехала Анна Афонина, уехала Антонина Боевер. Это, наверное, такие прямо, кого мы очень много вкладывали, в кого мы действительно верили. Там Селезневу, буквально накануне напечатали каталог с его проектами, там закрылась, не знаю, там Уральская пьяналь, и, в общем, он был уже абсолютно желанным многими. Закрылась, я поправлю Олю, не совсем закрылась, а закончилась. Закончились даты, да. А то так сейчас... Вот. Мы привезли его инсталляцию, в общем, он был желанен не только, там, из коллекционеров, но и из многих институций. Но вот не со всеми удалось сохранить отношения. С Никитой, к счастью, нам удалось сохранить отношения. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы летом этим он приехал на какое-то время, реализовал проект в Россию, он готов это делать, хочет с удовольствием. И, в общем, я надеюсь, что все-таки это будет реализовано. Единственное, что, конечно, это немного сложнее, когда художник летит из Нью-Йорка, чтобы на какое-то время сделать проект, то есть, как это все заранее подготовлено, оплатить билеты, проживание, мастерские, чем когда он работает, и ты постоянно с ним находишься, вот как сказали, в контакте, уделяешь внимание, вы как бы взаимно, все энергии это все что-то создаете. Вот, но тем не менее, мы, в общем, верим в то, что с ним мы сможем продолжить, и есть контакт, какие-то работы он присылал, что мы продавали, и, в общем, продолжаем взаимодействовать. И когда он занимается сложнейшей габаритной скульптурой, и очень хрупкой, это тоже, я подчеркну, для тех, кто не знает этого художника. Да, поэтому вот, это, наверное, было самое такое сложное потрясение, но мы пытаемся с ним справляться. Не могу сказать, что мы там прямо в поисках художников, что мы стали объявлять там open call, но как галерея, в которой изначально мы заявляли, что мы занимаемся именно молодым искусством, мы потом просто в начале года сели и поняли все, что все наши молодые уже стали не такими уж и молодыми. Но вот, тем не менее, в сентябре открыли прям выпускников Академии Штиглица, там вообще прям молодежь-молодежь, но тоже уже все. Один из них, Пиршко, представлен сейчас на стенде R4 у нас в галерее. Тоже есть его выпускная работа, половина уже продана. Вот, поэтому я вижу много классных, талантливых художников, но мне кажется, что наша очень важная задача это, конечно, поддерживать наших художников здесь и стараться максимально делать так, чтобы они оставались. Я знаю, что кто-то уезжал, кто-то возвращался, потому что, конечно, это как бы другого качества процесс. Я знаю, что кто-то из галереи открывает еще дополнительные офисы или там, не знаю, представительства в разных странах, чтобы тоже таким образом помогать тем, кто вынужденно уехал, но при этом продолжал заниматься искусством и продолжал свою творческую карьеру. Поэтому, в общем, есть несколько таких. Кто-то, если вдруг думал, как бы ему поддержать современное российское искусство. Вот можно сделать резиденции в разных странах, приглашать к себе художников, чтобы они там создавали прекрасные произведения искусства. Мне кажется, это такое то, что сейчас очень нужно и реально поможет. Это невероятно важно. Ну, в частности, мы вот в своей галерее создали такую международную структуру, международный офис для того, чтобы работать из другой страны в том числе. Да. И важно, конечно, поддерживать и тех, кто уехал с одной страны, но и тех, кто остался. Наташа, ты сегодня отвечаешь за регионы. Расскажи, тебе главный вопрос адресован. Про регионы России очень много говорят в этом смысле. Говорят о том, что, во-первых, бум инстациональный, во-вторых, бум тоже коммерческий. Мы знаем, что во многих регионах стали появляться очень активные коллекционеры, а Нижний Новгород, насколько я знаю, это практически единственное место, где большое, сложно организованное комьюнити коллекционеров, где даже я, наверное, не всех знаю, и где они очень активно общаются между собой, поддерживают очень давно многие из них тихую. и до того, как была тихая, ну, как бы художников тихой отдельно. Но ты, может быть, знаешь о каких-то процессах в других регионах. Что положительного и что тоже, может быть, ну, не то, что негативного, а что нужно преодолеть? Вот так. Вот я тоже хотела еще в прошлом вопросе, как раз Оля правильно тоже сказала, поймала эту мысль. Самым сложным, наверное, как раз в прошлом году было сохранить какой-то морально-волевой дух художников и действительно дать им возможность почувствовать, что мы сообщество и внутри него, ну, как бы, мы переживем все турбулентности. Сохранить это. И действительно, нам это удалось. Это было важно, потому что место, которое мы создавали на базе мастерской, это, собственно, место, которое было создано для художников. И они были главными действующими лицами всего этого. Да, мы тесно общаемся с разными регионами, к нам приезжают гости, мы ездим. И действительно, это очень важно обмениваться опытом. И если из каких-то таких, да, позитивных вещей, то действительно очень много появляется маленьких локальных сообществ, где люди понимают, что вот в этот турбулентное время можно спастись, только объединившись и поддерживая друг друга. И они создают вот эти небольшие самоорганизации, находятся спонсоры, что приятно. И люди, вот опять же, там, условно, бизнес, и люди, которые создают что-то, они встречаются все-таки, находят друг друга, чтобы поддержать и быть взаимополезными друг другу. и это с одной стороны. С другой стороны, действительно, арт-рынок, если мы говорим и делаем упор на него, то он хорошо развит в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге, но в других регионах очень мало коллекционеров, коллекционеров современного искусства. И если они даже собирают, то они, возможно, не публичные, и нет вот этого, опять же, обмена знаниями между коллекционерами внутри регионов. И это нужно развивать. И пока у меня нет готовой модели, как это нужно делать, пока мы сами для себя вырабатываем. Давай прямо сейчас ее разрабатывать. Давайте. Вот скажи, что нужно сделать для того, чтобы эти коллекционеры как-то прокачивались между собой. Я приведу такой пример. Он может быть очень тупой, наивный, но первый пришел мне в голову, извините. Я в Нижний вожу московских коллекционеров, это известно. И мы все в восторге, каждый раз от приезда. Но я в Нижний один раз привез красноярских коллекционеров, потому что у меня тоже есть определенная связь с красноярском. И вот это был интересный опыт. И первый, то есть это были не совсем прям вот коллекционеры-коллекционеры. Один человек сделал первую покупку у вас в арсенале с музейной выставки. Ну, то есть не там не расплатился, но, грубо говоря, мы созвонились с галеристом, оказалось, что работа свободна, и появилась возможность приобрести работу, которую они увидели в арсенале. И таким образом коллекция красноярского коллекционера началась в Нижнем из-за того, что их пригласил московский галерист. Вот такие модели. Ну, и разумеется, это не просто там приглашение, давайте, а это рассказы, это общение, это образование какое-то. Ну, тоже, если на конкретных примерах, то нам очень хотелось, мы дружим с Самарой, с галереей Виктория, которая сейчас закрылась на реконструкции, мы очень ждем обновленной галереи, и в Самаре тоже есть интересные художники, и тоже есть люди, которые пытаются развивать арт-сообщество, и, например, нам очень хотелось сделать какой-то совместный аукцион, на котором вот поженить как раз аудитории разных городов, чтобы они узнали художников друг друга. И есть вот сейчас как раз прошел первый аукцион, и я надеюсь как-то продолжить эту традицию и как-то подойти к этому ответственно, и это будет, возможно, тоже одним из способов сделать. Другой способ как раз то, что сейчас будет проходить в Триумфе, выставка, посвященная арт-сцене Нижнего Новгорода, это продолжение такой их тревел-истории про знакомство Москвы с регионами, и очень важно, опять же, воспитывать коллекционеров, да, вот внутри города, показывать, то есть коллекционеры московские приезжают к нам, и важно, опять же, собирать и показывать искусство, хорошее искусство крупных, главных галерей страны, чтобы люди понимали, что, ну, являться таким проводником для них в мир современного искусства. В Самаре, насколько я понял, закрылась Ширяевская биеннале, которая была чуть ли не самоорганизованная, но зато, как я недавно узнал из профессиональной прессы, открылась квартирная биеннале, и в Екатеринбурге тоже была квартирная биеннале, для них даже термин возник, новой квартирали, и я так понимаю, что наше искусство абсолютно непотопляемо, в том смысле, что если закроют все, то после советского времени есть огромный опыт работы в квартирах, вот, даже в Москве возникли за последнее время квартирные, чердачные, разные другие галереи, это прекрасно, но... Вы проживали тот опыт, мы знаем, да, что... Да, да, мы все, конечно, можем друг другу казаться похожими на тараканов после ядерной войны, но на самом деле совершенно не хочется, потому что, черт подери, рядом с нами рынки, которые серьезно развиваются, мы все говорим о нашей перспективе, но мы не должны забывать, что в Китае перспектива, простите, в сто раз больше, когда у вас в сто, когда у вас больше в сто раз объем рынка, у вас в несколько тысяч раз больше художников, у вас в десятки или сотни раз больше галерей, коллекционеров, покупателей, всех-всех, кого угодно. Я хочу сказать, что в этой ситуации последние два года, а может быть и не два больше, мы вынуждены задавать себе тот же сакраментальный вопрос, который был и раньше, мы Европа или Азия, и есть художники, невероятно интегрированные в Европу, которые, не только художники, которые говорят, но я от художников это слышал, вообще не надо смотреть в Европу, вообще не надо сейчас двигаться в Европу, и раньше не надо было, это была ошибка, должна была быть в качестве перспективной модели для нас, именно связанная с нами Азия. Мы ездим в Азию, там есть наша перспектива, мы ездили туда раньше, и если в Азию, то куда, какая она для нас, и вообще мы Азия или все-таки Европа? Надя, этот вопрос тебе адресован. Знаете, я, честно говоря, понятия не имею, потому, но я надеюсь, что скоро смогу рассказать подробнее об этом, но все, что на данный момент неизвестно, это то, что китайский рынок по объему, рынок современного искусства соизмерим с американским, они там все время как-то конкурируют в цифрах. Вот, и у нас так складывается, что есть шанс заглянуть внутрь этого рынка и попробовать на нем поучаствовать. В прошлом, не в прошлом году, зимой мы сделали большой проект, с художницей, которая живет и работает в Пекине, но она русская, приехала, здесь она училась в МГУ, потом она поехала в Пекин учиться в магистратуре, она ее закончила, потом зачтила диссертацию, и в общем, она там осталась, преподает, работает, и мы сделали большой с ней проект в большом зале в Кьюб, ее зовут Анна Казьмина, и как-то... Да, да, я видел очень впечатляющую выставку, большая, не в маленькой галерее в Кьюбе, а вот в основном пространстве. Да, 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 и как-то вот само собой это натолкнуло нас на мысль о том, что, возможно, нам нужно обратить внимание свое на китайский рынок, мы начали изучать, какие бывают ярмарки, конечно, раньше мы совершенно туда не смотрели, но вот решили посмотреть, и какие-то китайцы к нам начали ходить в галерею тоже нам что-то рассказывать, смотреть наших художников, интересоваться, вот, и мы решили подать заявку на шанхайскую ярмарку, которая называется Art 021, совершенно ни на что не рассчитывая, просто потому, что мы так давно не подавали заявки на международные ярмарки, что нам просто это нужно для собственного опыта, и мы подались в секцию Approach с моностендом как раз Анны, вот, тоже таким непростым проектом искусства биогенеза с очень странными предметами, ну, в общем, мы прошли, и мы совершенно на это не рассчитывали, но, к счастью, это сложилось, и теперь ярмарка в ноябре, с 8 по 12 ноября, все встречаемся в следующий раз в Шанхае, да, пожалуйста. там, кстати, много будет наших коллег, там будет участвовать и Миша Овчаренко, и Сережа Гущин, они, правда, на другое будут на Вестбунде, ну, короче говоря, всем там встретимся. Вот, кто такие Миша Овчаренко и Сережа Гущин, наверное, я поясню тоже, потому что это важно в контексте нашего разговора, я бы с удовольствием приветствовал их, если бы они были здесь, но у Овчаренко младшего, я не знаю, так можно говорить, Майка Овчаренко на странице его галереи яркий антивоенный стейтмент прямо на сайте, и это возможно, и это связано с тем, что его галерея, я имею ввиду, возможно, потому, что его галерея не в Москве, его галерея официально в Риге, и мы его еще помним как одного из наших коллег в смысле здешних, но Рижская галерея это совершенно другие обязательства, совершенно другие взаимодействия, это в том числе один из путей, который вот оказался, но Михаил давно туда сдвигался в сторону Риги, в сторону Европы как раз, и вот нынешняя ситуация подстегнула его скорее к такому движению уже более определенному, а Сергей Гущин просто мне говорил на предыдущий Космосков, когда мы с ним встречались, что он вынужден был закрыть галерею в Москве и открыть ее в Нью-Йорке, и сейчас они открывают там второй филиал уже, потому что все его художники эмигрировали, то есть это тоже один из таких вариантов, что Россия уезжает вместе с тобой, если ты принимаешь соответствующие решения, или художники, которые принимают такое решение, уезжают и увозят с собой наверное Россию, потому что некоторые из них даже не хотят сюда больше возвращаться наверное ни при каких обстоятельствах, кто-то хочет может быть, кто-то нет, но так или иначе да, очень важно, что ты сказала, что это как бы взаимное движение, то есть не только России в Китай, но и Китая в Россию не без этого, да, и вы рассчитываете еще, в дополнение к этому вопросу, вы рассчитываете на коммерческий успех, ну, у нее сложное искусство? Мы, возможно, это какой-то будет отложенный коммерческий успех, ну, то есть нам какой-то мгновенный особо мы не рассчитываем, но нам кажется, что мы приобретем гораздо более дорогоценный опыт. Саш, вам вопрос в связи с будущим в другом аспекте. Вы представляете все-таки искусство с Digital, мы все знали, что за этим будущее, наконец-то оно наступило. Мой любимый термин с недавних времен, я полагаю, что если не все, то большинство читали iFact Пелевина, все помнят термин гипс, и теперь все искусство, кроме вашего, на ярмарке это все гипс. Ну, те, кто читал роман, знают, о чем идет речь. Считайте, что это был рекламный ролик к выпуску нового романа Виктора Олеговича. Значит, вот вы представляете как раз это искусство, отталкиваясь от Digital, говорилось, и мы предполагали, что за этим как бы огромное будущее, оно оказалось в течение нескольких лет совсем не таким, как предполагалось несколько лет назад. То есть NFT-форматы успели пережить революцию и невероятный упадок, как мы знаем по данным последних нескольких недель, а в то же время это все развивается, это невероятно демократизировало сам рынок, если говорить о рынке. Каковы ваши видения от будущего в связи именно с Digital искусством? Ну, мне, наверное, в этом плане жить гораздо легче, чем каким-либо другим коллегам по цеху. У меня есть Digital формат мой любимый, эти произведения буквально за пару кликов могут оказаться в любой точке мира и быть представлены на какой-либо ярмарке, биеннале, выставке, ну, при соблюдении, так скажем, технического задания к тому, как это должно правильно экспонироваться, но и здесь мы тоже достаточно гибкие. С точки зрения как раз и работы с художниками, поскольку у меня именно фиджитал форматы, мы производим некие физические объекты, у нас здесь есть свое производство, оно полностью завязано на мне, они работают по четкому ТЗ, это все производится здесь, поэтому мне не нужна никакая лишняя логистика и более того, если это будет экспонироваться где-то в другом месте, в принципе, я прямо по месту могу заказать производство, печать при нахождении там определенных контактов, то мне точно гарантируют, что это будет произведено так, как видят это мои авторы при непосредственном контроле галереи. поэтому это, наверное, именно то самое направление, как не моя фраза, телескоп, направленный в будущее, потому что это удобство, это новые форматы, это гибкость в принятии решений, и все это позволяет нам максимально быть на плаву, постоянно что-то придумывать, при этом не терять саму суть искусства, потому что что бы мы не сделали и не трансформировали, это всегда остается уникальным произведением, мы не работаем с тиражом, поэтому вот как объект есть, так он и живет, а все остальное это адаптация к условиям. Гениально, я вам даже начал завидовать. Супер близ вопрос, очень короткий ответ, я сейчас скажу, ну, прям вот в режиме типа да или нет, но не вам адресованный, Саш, потому что у вас очевидно да. есть коллекционеры международные у вас сейчас вот за последние 2-3 года, то есть сохраняются ли прежние, возникли ли новые, прям супер коротко. Сохраняются, возникли. Наташа. Возникли. Очень мало, но продолжаем, да, и поддерживаем контакт с с прежним. Ну, прекрасно, то есть есть какая-то перспектива и в этом отношении. Надо заканчивать, конечно, но я не могу не уделить какую-то небольшую часть нашей дискуссии самым важным для нас людям это коллекционерам. Мы должны как раз именно про них поговорить, но я спрошу так, можете отвечать не все, если не хотите, это как раз рандомный вопрос, адресованный кому, кому бы то ни было из вас. какие бы вы советы дали коллекционерам сейчас, что нужно для того, чтобы наш рынок прокачать и вот исходя из этих сложных обстоятельств двигаться вперед. Лучшее, что можно сделать для искусства, это купить работу художников. Ну, это понятно, а вот прям если следующий этап купили, может, как у Хармса есть моя любимая фраза, много, да только всякая ерунда, ну, то есть, чтобы они не покупали не то, что нужно. Вот прям дайте какой-то более предметный сайт. Мне кажется, очень... Они будут покупать, они и коллекционерами не будут. Очень хорошая, на самом деле, важная тенденция популяризации своей коллекции, которую делали, началось все с Дениса Химляни и Сергея Лимонова, когда они сделали у Анечки проект, первый раз показали свои коллекции. С нами галерист Анна Баринова, Анна Нуа. Да, у нее именно происходила выставка, о которой идет речь в галерее в Питере. Дальше, мне кажется, это подвигло обоих коллекционеров к тому, чтобы сделать еще несколько таких проектов, вообще переосмыслить свою коллекцию, подход к коллекционированию. Это дала гигантский толчок, как я, например, вижу, к тому, чтобы мотивировать тех людей, которые сомневались начинать коллекционировать или нет. И вот это чувство, я просто сама несколько раз видела зависть и восхищение этими людьми, потому что показывают, какое они получают удовольствие от того, что совершают эти покупки и что это им дает. Это прям заряжало энергией таким, ну, прям позитивом других людей. И сейчас еще тоже вот и Антон Козлов стал делать популяризаторский свой канал, где он рассказывает о своей коллекции. Мне кажется, на самом деле, как раз-таки о том поколении художников, которого, ну, по крайней мере, может быть, это я такая необразованная, но мы меньше знаем, и тогда не было живого такого рынка, который мы сегодня переживаем. Но тем не менее, эти художники создавали свои произведения, у них была своя какая-то жизнь, история, творчество и прочее. и очень интересно заглянуть вот эти архивы и все это увидеть и услышать. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, свою коллекцию приоткрывать, популяризировать, и это, мне кажется, во многом тоже стимулирует остальных людей подключаться к этому сообществу. Прекрасно, прекрасно. Это вообще такой, оказался в пандемию совершенно неожиданный формат или неожиданная ситуация, что вот многие оказались заперты дома, посмотрели на стены, поняли, что либо у них ничего нет на стенах, либо у них не то, что нужно, либо у них то, что нужно, но не описано, и принялись что-то делать с коллекциями. Это, конечно, очень здорово. Был прям бум такой. Я помню, что, я помню, какой ужас мы пережили именно в марте 20-го года все, ну, то есть, и какие мы сводки там читали из Нью-Йорка, что переживали там галеристы, как все было объявлен вообще конечный этап апокалипсиса, ну, ничего, через месяцок все так приободрились и все нормально. Надо просто бесстрашно продолжать делать тоже. Кто-нибудь еще хочет? Я бы, наверное, добавил еще такую мысль, мы все говорим как коллекционеры и коллекционеры, но, наверное, не звучала фраза о том, что многие, кто приходят на ярмарки, вообще еще ничего не имеют, и это первая покупка, приобретение искусства для них. И в этом контексте мне, наверное, кажется важным сказать, что вы неизбежно совершите ошибки, вы будете поначалу заниматься собирательством, но именно по прошествии времени вы поймете какой-то, так скажем, свой фокус коллекционера, что вам наиболее близко, понятно, и каким вектором вы хотите двигаться. Но здесь это только образование, это погружение в историю искусств, общение с коллегами по цеху, на рынке, с кураторами, искусствоведами, это и даст правильный толчок к вашему дальнейшему развитию. А можно я добавлю не совсем по теме, да, но это тоже такой диалог, который состоялся у меня дома с одним из коллекционеров, и он как раз вот что заметил, говорит, чем больше будет мужчин приходить на выставки и вообще интересоваться культурой, вот он действительно размышлял, я долго времени размышлял об этом, потому что в основном публика, в общем музеев это женская аудитория по статистике, и говорит, чем больше будет приходить мужчин, парней, тем как бы более в дружественной стране мы будем жить. и вот какой-то такой посыл, наверное, да, когда и приходить, смотреть и покупать, и действительно развиваться через современное искусство, потому что важно, да, не только покупать, но и смотреть, потому что мы про сообщество тоже, тем все будет лучше. Я резюмирую, мужчины, не воюйте, покупайте искусство, это гораздо более интересная территория для выражения и проявления амбиций. все меня услышали. Сереж, правильно, это правильно. Я тоже хочу немножко добавить, что мы всегда говорим всем, ребята, вкладывайте в свое время, в свое поколение, покупайте своих современников, тех, кто живет, работает сейчас, это самое лучшее, что вы можете сделать для себя вообще в истории. так, подождите, я сейчас прослежусь, иначе, остановите уже это самое. Давайте дадим голос залу. Так, я даю... спасибо всем большое, что вы рассказали нам столько интересного, я бы хотела призвать вас всех, несмотря на то, что это выше ваших сил, но тем не менее, продолжайте развивать выставочную деятельность, на которой будут привлечены не только галереи, художники, кино и огромное сообщество коллекционеров и интересующихся искусством, те, которые пришли купить первую картину. Вот, чем больше будет вот таких качественных, как Блазар, кстати, очень хорошо прошел, Космоску прекрасно проходит, чем больше будет таких мероприятий, тем скорее вырастет то сообщество коллекционеров и любителей искусства, которые начнут приобретать. Я вас хочу всех глубоко огорчить, потому что возврата к старому уже у нас не будет. У нас не будет того чудесного времени, когда вы спокойно уедете в Нью-Йорк, а вы спокойно уедете в Ригу или еще куда-то. Вот вы в Нижнем Новгороде останетесь, в Ленинграде люди останутся, в Самаре останутся, в Новокузнецке и в Красноярске. И они должны научиться покупать культуру, научиться покупать культуру, развиваться в ней два или три раза в год для Москвы. Это мало, это безумно мало. Вы должны работать именно над этим. Я вас очень благодарю, вы делаете великолепные вещи. Конечно, мы не тараканы, мы просто хорошие люди на земле и хорошие страны, несмотря ни на что. Спасибо. У кого-то есть еще вопросы? Можно я каждую из вас спрошу, например, парочку советов вот мне. То есть как раз я делаю ремонт, я барышня модная, как мне выбрать себе как раз какую-то первую картину. Вот просто самые простые советы для человека, который насмотренный, но никогда ничего не покупал. А можно сразу сказать, а давайте можно сразу не картину. Вот дайте волю своей фантазии и прям начните с чего-то вау, я не знаю, поставить скульптуру в центре, чтобы от нее уже вот не вернуться ни к чему, чтобы начать сразу с чего-то абсолютно непривычного для вас. Выйти за рамки обыденности. Спасибо. Спланируйте обязательно себе розеточку где-то в стене, где вы хотели повесить картину. И в полу сразу. Да, чтобы там у вас висела плазма и вы могли транслировать свою бесконечную цифровую коллекцию и выбирать себе искусство под настроение каждый день. Рекомендуйте. У меня, кстати, совет сразу похожий с Наташей. Выберите что-то, что вам непонятно, но почему-то вас влечет. Вот. Ну, я не знаю, мы просто очень сложно всегда в таком случае советовать, потому что мы вообще советуем дом строить под коллекцию, поэтому в том случае, когда у вас уже дом готов, мы уже, да, в зависимости от размеров, амбиций и ваших предпочтений. как-то так. Спасибо большое. Благодарю каждого. Спасибо. Хорошая интенция. Желаю вам успехов. Я тоже скажу, я тоже скажу в двух словах, я, у меня подход такой, что я предлагаю не доверять своему взгляду, в первую очередь, потому что вы можете ошибиться. Ну, то есть, на одном уровне здесь можно спокойно доверять всему, потому что работа на Космоску проходит довольно серьезный отбор, и здесь оба чего не продается, да, на других ярмарках я уже вот не зарекусь, не скажу так. Но, с другой стороны, не бойтесь сопоставлять все со всем и выбирать лучшее из того, что вам нравится, то есть, по разным категориям, как бы, не знаю, там, по цене, по статусности, известности художника, который выражается, например, в числе его музейных коллекций или в каких-то других вещах, там, не знаю, в присутствии важных коллекциях, о чем говорят здесь охотно достаточно галеристы, то есть прикладывайте какие-то усилия к сравнению, потому что наша работа вот галеристов, она заключается по большому счету в том, что мы все время сравниваем все со всем, и я надеюсь, по крайней мере, те люди, которые здесь находятся, отбирают действительно лучшее, и только это выпускают на рынок, а уже дальше у нас есть определенные, там, конкурентные, не все из нас могут попасть на международные рынки, не все из нас могут попасть в топовые, там, международные коллекции, и так далее, и тому подобное, и не бойтесь соизмерять, сопоставлять по этим параметрам. Если нет больше вопросов, есть еще вопросы? Нет? В зале у кого-нибудь? Да. Добрый вечер, я искусствовед, куратор, Красноярск, из далека Сибири к вам прилетела. Если возможно, пару советов у нас в Красноярске сложная ситуация с арт-рынком, в принципе, мы сюда приезжаем, чтобы этот опыт перенять и научиться. Вот какие-то лайфхаки, если это не секреты какие-то внутренней кухни, как нарабатывать вот эту базу, как формировать людей-коллекционеров, потому что у нас их буквально в городе по пальцам одной руки перечесть. Вот какие-то полезные советы на вот этом пути. Ну, банально, я, наверное, скажу, потому что мне это, наверное, ближе. А ходить на те мероприятия, куда ходят люди, которые могут себе позволить? Покупать искусство, начнем с них. И просто знакомиться и рассказывать на собственном примере. Заряжать их. Это действительно работает, чтобы потом вот они прошли через эту воронку и все-таки дошли до галереи, посмотрели искусство и потом поняли, что без него, ну, как бы, что же они делали все это время без него. И такие примеры есть. И я думаю, что тоже они могут быть рабочими. Ну, я, поскольку хорошо знаком с красноярской средой, прям не понаслышке, действительно, у вас, ну, есть определенные проблемы. Мне кажется, это не проблема, там, вашего конкретно города и, там, вашего, ну, не знаю, там, красноярского или сибирского психотипа. Это связано не с недостатком информации, потому что информацию сейчас получить просто вот два-три нажатия последовательных, если правильно формулировать вопрос, задачу себе. Ну, я не знаю, если условно ты гуглишь по наименованию, там, купить пейзаж, это одна история и лучше не гуглите, если кто не гуглил. А если вы гуглите лучшие современные художники России, то уже можете наковырять что-то более-менее приличного, как бы, можете при, там, разном сопоставлении. Но вопрос, как бы, оказывается совершенно не в этом. Вопрос оказывается в психологическом барьере, с моей точки зрения. Потому что тебе первый раз мешает вытащить деньги именно какая-то внутренняя установка, которую ты не можешь преодолеть, с моей точки зрения, она проистекает в основном из кризиса доверия, который здесь во всем сформировался. И в Сибири это проявляется прямо очень здорово. То есть люди, когда вот ты с ними общаешься, они напряжены, и они, когда ты говоришь про искусство, ну, типа, покупайте вот это или вот это, условно. Они думают, что это какая-то форма разводки такая странная. То есть, типа, как? Этот чувак хочет украсть у меня деньги? Я не дам. Ни за что. И вот психологически от этого отвязаться можно только путем повышения вот этой планки доверия. Это происходит в том числе потому, что люди приезжают вот сюда на такие ярмарки, как здесь. А если бы они приехали на какую-то ярмарку, там, типа Art Basel или Freeze, или даже какую-то хорошую, там, локальную ярмарку, типа Contemporary Стамбул, кстати, говорят, их залило, да, пару дней назад, а у нас тут все пока тьфу-тьфу. Значит, вот они должны видеть вот этот ажиотаж, они должны видеть вот это движение, и что много других людей, помимо них, не боятся этого делать. Я вам другое место совершенно приведу, чтобы было понятно, что это не проблема там красноярская какая-то, красноярская ситуация. Я приведу пример с, вот недавно мы разговаривали с, значит, ну, скажем так, менеджером из Беларуси, которая занимается похожими вещами, она даже не галерист, потому что там галерею нет смысла как бы основывать, которая занимается похожими вещами. Она консультирует, пытается создавать там коллекционеров, она говорит, вот Сергей, вот когда мы про Россию слушаем, для нас это какое-то просто вот, что вы находитесь в заоблачной ситуации, как мы вот про Китай говорим, что у вас просто воткнешь палку и тут же вырастет дерево. Она говорит, даже когда вы про Азербайджан рассказываете, я хорошо знаю ситуацию в Азербайджане или про Грузию, там все равно просто что-то творится невероятное по сравнению с нами. Вот их задушили до такой степени, что там люди правда вообще боятся всего. Им говорят просто помогите молодому художнику, там дайте ему 100 долларов, там не знаю, 5000 рублей на развитие, он вам даст за это там несколько работ. Нет, никто, все боятся. То есть вот вот он режим в действии. И да, повышать вот этот вот барьер. И вторая проблема, которая касается действительно региональности, это то, что в регионах кажется из-за гигантского масштаба нашей страны, что вот эти локальные художники наши, красноярские, они типа самые лучшие, а этих мы уже не понимаем, они как бы не наши. То есть у нас нет, извините, федеральной истории искусства, это серьезная проблема. Есть там, приезжаешь в Красноярск, есть Красноярская, приезжаешь в Нижний, извините, есть Нижегородская, хотя она ближе к нам и как бы соединяется, на Урале есть Уральская. Это нормально, но до определенного уровня. Если ты хочешь преодолеть как бы эту планку, ты выходишь там с уровня, соответственно, у вас это Поздеев и Ряузов из классиков, ты переходишь на какой-то другой рынок и покупаешь, не знаю, там в Москве Борю Орлову или Алину Глазун или что-нибудь еще, или Нижегородцев прекрасно, Артема Филатова. Так что, да, просто, да что, это же, для людей с деньгами, в Красноярске полно-полно людей с нормальными деньгами. Расслабьтесь, разрядите как бы обстановку, сделайте подарок своей там жене или своему мужу. Вот, у нас с женой есть прекрасная традиция. Там, это не отсылка к фильму «Ирония судьбы». Да, у нас такая традиция, я ни у кого не встречал, честно, это мы сами придумали для себя. Мы на годовщину свадьбы не дарим себе, ну, в смысле, друг другу подарков, мы покупаем одну вещь, коллекцию. Все, элементарная модель, взял, у тебя каждый год появляется серьезная задача сломать башку, что купить, и как бы подарок недешевый. Действуем как-то так. Да как хотите. Считаю, что пример, пример, нужно приглашать какие-то выставки, может быть, коллекционеров самих или живых, и как-то знакомить между собой, вот в общении, в живом, в примере заразительном. Я пообещал, кстати, в Беларусь приехать после этого, и там как-то, как-то попытаться, я был у вас там несколько раз с такими, да, тоже выступлениями. Оля, у тебя мы купили последнюю, как раз работу, да, последний подарок на сегодняшний момент, да, мы очень этим счастливы. Если кто-то хочет сказать еще там пару радостных, пару позитивных слов, потому что мне кажется, что ощущение складывается очень позитивное в целом. Знаете, я еще хочу завершить вот что, к вопросу там и Европы, и Азии, и каких-то перспектив, и что-то еще. Пару лет назад была создана ярмарка 1703 в Петербурге, на одном краю нашей страны, и это очень важный тоже ход, очень важный шаг, потому что, сколько я себя помню, Питер всегда хотел получить свою ярмарку. Получи. И она как-то тоже развивается динамично, вот за два выпуска, которые уже прошли, но я знаю, что есть такой город под названием Владивосток, и здесь есть галерея из Владивостока, это очень важная галерея, которая производит на востоке нашей страны невероятные активности на протяжении многих лет тоже по поводу современного искусства. И вот когда у нас будут ярмарками объединены Владивосток, Петербург, Москва и какие-то другие регионы... По-моему, насколько я знаю, собираются в Владивосток. Вот, я к этому и говорю, что это тоже сама по себе неплохая модель, я бы поехал на Тихий океан торговать нашим московским современным искусством. Да, на этой прекрасной ноте. Всем спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.